21 января завершилась полуфинальная стадия. Причем она определяла не только участников золотого и бронзового матчей. Также выявлялись команды-претендентки на места с пятого по восьмое. Стартовый поединок, полуфинальный, учитывая победу «Миллиоратора», в первой встрече «Резона» было ожидать натиск «Лельческого альянса» с самого начала игры. Так, в принципе, и случилось. Точнее, игра проходила в обоюдоострой борьбе. На четвертой минуте был забит первый гол «Миллиоратором». Мяч на счету Михаила Мамонтова. Но на 12-й минуте Владислав Хамутовский сравнивает счет. А еще через три минуты Виктор Верисович выводит «Альянс» вперед. Снова счет стал равным в самом начале первого тайма. Снова гол забил Михаил Мамонтов 2-2. И все так же прекрасным ударом, только уже со штрафного. Мамонтов провел свой третий гол. После этого игра, по большому счету, была завершена. За три с половиной минуты до конца матча счет стал 4-2. Гол забил Данил Орехов. И хоть вскоре Виктор Верисович сквитал один мяч, практически тут же Илья Федоренко устанавливает окончательный счет этого матча 5-3. «Миллиоратор» Житковича выходит в финал. А «Лельческий Альянс» будет оспаривать бронзу. Да, с Сони, к сожалению, не уступили в ответ на полуфинальном матче. Очень сражались. И не хватило нам чуть-чуть за это оптимального состава, за это везение. Но я думаю, за игру нам не стыдно перед болельщиками. Конечно, жалко, но мы будем нацеливаться на матч за третье место. Конечно, в прошлом сезоне команды Зана 4-го хочется сделать ступеньку вверх. Вторая полуфинальная встреча – это пара команд «Ангел», имевшей преимущество после победы в первом матче и «Заря», одержавшая победу в регулярном чемпионате. Статус обязывал, и на пятой минуте капитан этой команды Игорь Мочальников вывел свою дружину вперед, а на десятой минуте Юрий Ярков и вовсе сделал счет 2-0. Правда, на тринадцатой минуте Алексей Пугач сокращает разницу в счете, но отлично разыгранный Дмитрием Лазовским и Юрием Ярковым штрафной удар вновь довел преимущество «Зари» до двух мячей 3-1, таков итог первого тайма. Во второй двадцатой минутке более десяти минут команды обходили без гола, пока на тринадцатой минуте Дмитрий Лазовский не нарушил эту традицию 4-1 в пользу «Зари». И это была уже победа в тром матче, что уравнивало серию, и отметив на девятнадцатой минуте «Ангела» оказалось неудачной. Голки «Перзари» Максим Кождук переиграл Алексея Пугача. После точной удара Дмитрия Юрченко, Никиты Лебеденко, Юрия Яркова, Виталия Моисеенко, а вот Олег Радченко не смог забить Ивану Пигулевскому, и так «Ангел» выровнял ситуацию. После голов капитана в Семена Колобенке и Гремочальникова счет стал 3-3. Последовали дополнительные удары до преимущества одной команды над другой. И на гол Ленида Лавренчука ответ Саша Дагуна. Удачная попытка Никиты Никиточкина и голкипер «Зари» Максим Кождук точен. А вот дальше отличный футболист Станислав Риусский промахнулся. И после гола в Усуан Тханга серия закончилась с отсчетом 6-5 в пользу «Зари», которой и вышла в финал. Я думаю, что матчи удались. Единственное, просто как-то жалко немножко Альянса. Никак они не смогли собрать свой основной состав, поэтому все-таки команда «Миллиардов» была посильнее. Второй же матч нам подарил просто великолепные эмоции. Две команды достойны друг друга. Но в принципе «Заря» мне казалось, что в пенальте все-таки вратарская линия у них немножко посильнее. Поэтому равные команды, но кто-то должен был проиграть. Также отметим, что «Легенда» и «Корона Мебель» сыграли в «Ничью» 3-3 после серии пенальти, которую со счетом 4-2 оставила за собой «Легенда». Она будет сражаться за 5-е место с «Грузовитом», который весьма результативно матч обыграл со счетом 10-7 «Пирамиду». Она отправится в пару «Корония» спаривать седьмую позицию. В воскресенье 28 января состоятся все заключительные матчи, в которых разыграются места с первого по восьмое. И начиная с часа дня начнут команды делить места между собой по парам. И в 5 часов закончится у нас финал, будет вручение награждения команд по окончанию турнира. Ну что ж, друзья, воскресенье 28 января физкультурно-оздоровительный центр «Полесья-Арена». С часу дня 4 матча после церемонии награждения этого уникального, захватывающего и так полюбившегося болельщикам турнира по мини-футболу «Лига Полесья-2023-2024».